Друзья, всем привет! Те, кто смотрел моё прошлое видео, знают, что я решил понемногу осваивать столярное дело. И, конечно же, начинаю запасаться соответствующим инструментом. А сегодня мы сделаем с вами одно универсальное приспособление, которое в дальнейшем нам обязательно пригодится. Приятного вам просмотра! Для начала нам понадобится лист металла толщиной 8 мм. Не самый лучший выбор, но алюминиевого листа у меня, к сожалению, нет. Будем делать из того, что есть. Размечаем прямоугольник со сторонами 140 на 180 мм. Работаю я, как многие знают, без чертежей, так что режу с большим запасом. В ходе изготовления уже буду подгонять, как считаю нужным. Как говорится, много не мало. Но размер, если кому интересно, выложу на обменник и закреплю ссылочку в первом комментарии. Резать заготовку отправляемся на улицу. Так в мастерской не будет лишней пыли и запаха гаи. Далее с заготовки срежем все лишнее, тем самым ее немного облегчим. Разметим хвостовик, в котором будет крепиться упор. Биметаллической коронкой решено было сделать скругление в основании хвостовика. Мне так показалось, будет красивее. Теперь с небольшим припуском на обработку срезаем ненужный нам металл. Как-то давно сделал это приспособление для шуруповерта и пользуюсь им, как вы видите, очень часто. Не раз оно меня выручало при обработке подобных поверхностей. Ссылку на его изготовление найдете в углу экрана. Очищаем металл коралловым диском. Так работать дальше будет приятнее. И теперь можно сверлить отверстия. В первых нарежем резьбу М12 с шагом 1,25 мм. В них в дальнейшем будут вкручиваться дюзы. Таких нам понадобится 3 штуки с шагом 60 мм. Сверлом 2 мм сделаем шаблон для врезки петель. Одно отверстие для сверла форстнера, а остальные 4 для саморезов. С краю напротив каждой дюзы необходимо сделать полукруглые пазы. Для чего они нужны, увидите чуть позже. Я это делаю фрезою, но ту же самую операцию легко сделать углошлифовальной машиной и напильником. Фрезой же получится, на мой взгляд, аккуратнее и быстрее. После в хвостовике также необходимо сделать полукруглый паз. Он будет нужен для регулировки упора. Спустя некоторое время вот такая деталь у меня получилась. Перейдем к упору и его выполним из уголка со сторонами 50 мм. Размечаем его по ширине основания и режем. Также не забываем избавиться от старой краски. У меня уголок не первой свежести и имеет не совсем ровный угол. Исправим это фрезой. Не спеша, буквально по 0,1 мм, выравниваем плоскость. Получилось все как я люблю. Блестяще. Упор будет располагаться снизу и для его регулировки за кадром изготовил вот такую деталь. Она садится в паз плотно и не люфтит. Ее закрепим к упору на винты. Я думаю, этого будет больше, чем достаточно. Вот так выглядит эта деталь в сборе. Теперь немного токарки. Первым делом изготовим дюзы. Делаем проточку под резьбы М12 с шагом 1.25 и протачиваем в нужный нам диаметр. Как вы уже поняли, дюзы будут сменными. И чтобы их было удобнее выкручивать, выполним накатку. Теперь можно и нарезать саму резьбу. Остается просверлить отверстие 7,8 мм и можно отрезать. Также нам понадобится винт, который будет фиксировать упор в нужном нам положении. Резьба у него будет М6 и ему также сделаем накатку. Чтобы не затягивать это видео, также изготовил вот такой палец. Немного подработаем основание с дюзами и развернем их до 8 мм. Также необходимо облегчить упор. Для этого устанавливаем его в верхнюю точку и отмечаем. Спустя время вот такой упор получился. Финишную обработку двух деталей производил в паре, чтобы было точнее. Далее приспособление решил заворонить. Для этого все детали необходимо тщательно обезжирить. Воронение будет химическое ржавым лаком баллистол. Он просто наносится на обезжиренную поверхность и чернение происходит буквально на глазах. Ну и спустя время вот такая красота у нас получилась. Также пришлось подготовить вот такое сверло по металлу со стопором. Конечно лучше по дереву, но его пока нет. Перейдем к испытаниям. Для начала сделаем отверстие в торце ЛДСП под шканты. Выравниваем края приспособления и плиты, ну а затем сверлим. Чтобы шаблон не сместился при следующем сверлении, устанавливаем в отверстие палец. Ту же самую процедуру повторим и с другой стороны. При помощи шаблона можно делать отверстие не только для наружных стенок, но и для внутренних перегородок. Достаточно закрепить будущую перегородку со шкантами и приставить шаблон. Ну и последнее это разметка мебельных петель. Процедура та же. Устанавливаем шаблон и сверлом 2 мм производим разметку. Далее сверлом форстнера делаем углубление под петлю согласно разметке и прикручиваем ее. Соединяем две части петли и все готово. Как по мне так получилось очень даже неплохо. Если вам так же понравилось, ставьте свои оценки, пишите как бы вы еще доработали этот шаблон и не забывайте подписаться на канал. Дальше будет еще интересней. А с вами был как всегда я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.